всем привет дорогие друзья сегодняшнем выпуске я расскажу вам о событиях спортивной гимнастики которые произошли за последнее время хотелось вам сегодня больше рассказать российской гимнастике о ее новостях так прошлых выпусках я вам рассказывал чемпионатах которые прошли в других странах и сегодня как раз тем у нас затронется вы спрашивали в комментариях а что же российская гимнастика и сегодня главной новостью это небольшой обзор и итог получается подведение результатов прошедшего чемпионата россии также в эти дни с чемпионатом россии проходила и первенство россии где гимнасты более юного возраста то есть до 18 лет соревновались многоборья и в отдельных видах многоборья и перед тем как подвести итоги чемпионата россии хотелось бы сразу сказать что чемпионат проходил без зрителей поэтому не было особо никаких трансляций не знаю почему так происходит но не показывали ни по телевидению ни на каких сайтах только в соц сетях пока транслировали чемпионат россии данные соревнования пропустят именитые спортсмены такие как давид билявский алексей ростов виктор колюжин никита игнатьев иван стритович спортсмены остались на спорт базе озера круглое для разучивания новых элементов и совершенствования как вы можете видеть давид нам показывает отработку элемента на коне данный элемент называется противоход иван стритович показывает отличные связки перелетов на перекладине алексей ростов показывает фантастические перелеты на турнике виктор колюжин тоже показывает упражнения на кольцах свою силовую часть и никита игнатьев показывает вольные упражнения но и главные многоборцы страны это никита нагорный и артур далаян не поехали на чемпионат россии потому что они готовятся на международный старт который будет проходить в городе токио япония данный старт посвящен дружеской встречи между странами после первого дня выступлений определились победители командного многоборья и первое место занял центральный федеральный округ на втором сибирский федеральный округ и на третьем месте и федеральный округ на этом чемпионате командные соревнования проходили только у взрослых спортсменов юниоры выступали только по двум дисциплинам это финалы в отдельных видах многоборья и сам финал многоборья поэтому на второй день соревнований определились победители многоборья в первенстве где многоборья выиграл спортсмен из города санкт-петербург тимофей простаков на втором месте иван антонихин город оптинск и на третьем месте данил лобыч из города ростов-на-дону после чемпионат россии уже переходим к взрослой гимнастике выиграл и стал чемпионом россии 2020 года стал александр карцев город владимир набрал александр 164 балла и одну десятую на втором месте оказался воспитанник города челябинск в данный момент он сейчас выступает за город звенигород виктор британ вы можете также его увидеть в моих прошлых выпусках новостей виктор набрал 159 750 сотых баллов и на третьем месте оказался спортсмен из города саранск артем плешкин он набрал 159 725 тысячных баллов таковы результаты многоборья также мне хотелось отметить на этом чемпионате дениса блязина который восстановился после тяжелых травм как вы можете увидеть в моих прошлых выпусках где-то примерно год назад почти год прошел с того момента как денис сломал себе две ноги сейчас денис выиграл упражнение на кольцах и он продемонстрировал свою сложную комбинацию с которой он выступал на олимпиаде в рио внимание на экран а и а а э а а Ну и следующей новостью стало снятие российской сборной с чемпионата Европы, который должен был пройти в декабре. Также туда не поедут такие страны, как Норвегия, Нидерланды, Германия, Великобритания. В общем, практически все ведущие страны Европы пропустят этот чемпионат. Да, к сожалению, такое происходит. Ну что ж, выпуск подходит к концу. Я хочу вас поблагодарить за просмотр. Надеюсь, вам было интересно и приятно смотреть. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока. Пока.